А вот как раз дальше мы с вами поговорим о Феотирской Церкви. Это очень интересное послание к Церкви, потому что можно извлечь достаточно принципов для каждой церкви. И мы можем сказать, что эти послания были написаны и для наставления тех церквей, для их созидания, но также они относятся и к нам, применимы по отношению к нам. Например, мы можем учиться на их ошибках. И мы можем извлечь 8 принципов для любой церкви. Первый принцип, следующий. Для Иисуса Христа важны человеческие качества или характер. В 19 стихе написано, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела больше первых. А Иисус Христос говорит вот этой группе людей, знаю твои дела, вижу, что вы делаете. То есть дела как раз свидетельствуют о характере. А второй принцип, который можно извлечь из его слов, это то, что самое драгоценное для церкви, это истина. А вот эта церковь совершила ошибку, допустила ошибку. Они позволили в своей церкви учить женщине по имени Иезавель. Разве Библия призывает нас к тому, что мы должны блудодействовать, жить безнравственно, распущенно? Конечно нет, она не призывает к этому. Откуда же тогда у нее такие мысли появились? Откуда такие вот предложения у нее? Если она не из Библии, то либо сама придумала, либо на улице услышала. Другими словами, она отложила Библию в сторону. И предлагает то, что, как мы говорим, работает. Если это работает, то пойдет. Может быть, с ее точки зрения можно было использовать любые методы, лишь бы побольше людей ее слушали. Следующий принцип, о котором мы не должны забывать, это то, что не должно быть никаких компромиссов с сатаной. А что делала эта женщина? Она брала немножко истины, немножко лжи и перемешивала. Таким образом создавая новую религию, которая удовлетворяла бы как дух, так и плоть. Однако мы не должны мешать истину с ложью. Потому что когда к истине добавляешь ложь, в результате получается ложь. А истина чиста. А ложь нечиста. Сколько граммов там или миллилитров яда вы хотели бы положить в свой торт? Ну, давайте предположим, мы решили испечь торт, взяли муку, взяли яйца. Масло сливочное. А потом добавим... Ну и добавим капельку яда. Ничего страшного. Кто из вас захочет этот торт покушать? Никто, потому что мы скажем, что это не чистый продукт. Он отравленный. А сатана говорит, ничего, немножко яда не повредит. И вот церковь как раз вот откусила такой торт. Однако Иисус Христос противился тому, что они делали. Он выступает против этого. И еще один принцип, по которому мы с вами можем узнать, лжец человек или не лжец, лжеучитель он или нет. А в двадцатом стихе кто назвал Изавель пророчицу? То есть, она сама себя называет пророчицу. То есть, говорит, я пророчица. В Библии говорится о том, что человек не должен восхвалять самого себя. А другие должны признавать какие-то достоинства в нем. Павел также предупреждает о том, что мы не должны в спешке рукополагать людей, отправляя их проповедовать Евангелие. Рукоположение – это признание со стороны другого человека того факта, что у вас есть определенный дар к служению. А если же самовозвышает себя человек сам, то это опасно. Самовозвышение – опасно. Следующий принцип, который мы с вами должны рассмотреть. 21 стих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Какой можно извлечь принцип? Не принимайте Божье терпение за Божье одобрение. Не принимайте Божье терпение или долготерпение за Божье одобрение. Это не одно и то же. Немного опасного, как грех, за которым не следуют последствия. Например, мы согрешили и никаких последствий, ничего не произошло с нами. А мы снова согрешили и видим никаких вроде последствий. Ни грома, ни молнии, ни болезней. И деньги, и машина – все при нас, то есть никаких последствий мы не видим. Сердце работает. Значит, нормально грешить. Но это просто Божье терпение, да? Это не означает, что Он это одобряет. Иисус Христос здесь как раз и предупреждает. Не думайте, что вы можете грешить постоянно, и что не будет никаких последствий, не будет никакого наказания в конце. В 22 стихе мы с вами читаем, какие будут последствия для нее в данном случае. Здесь говорится о том, что она будет великой скорби в болезнях. А также пострадают те, кто любодействовал вместе с нею. А дети ее умрут, поражу смертью. В 23 стихе написано. Но все это будет по расписанию Божьему. И в 23 стихе говорится, что и уразумеет все церкви, кто есть Господь. И что нельзя верить в то, что можешь грешить сколько хочешь, все равно тебе ничего за это не будет, поэтому продолжай грешить. Бог дал ей время для покаяния. Он дает ей время для того, чтобы она обратилась. И это еще один принцип, который мы здесь находим. Покаяние – это замечательный дар от Бога. Это шестой принцип. Покаяние – это замечательный дар от Бога. Бог открывает наши глаза к той лжи, в которую мы верили, и Бог дает нам время и возможность обратиться и уйти от этой лжи. Помните, когда мы говорили о покаянии, это не просто отвернуться от греха. Это также означает, что необходимо не просто отвернуться от лжи, но также принять истину, принять Божье повеление. Бог не призывает нас к тому, чтобы мы были пустыми. Он призывает нас к тому, чтобы мы были исполнены Святым Духом. Он призывает нас к активному положительному послушанию. Следующий принцип, который мы из этого фрагмента можем извлечь – это седьмой принцип, который звучит следующим образом. Нежелание принимать меры приводит к Божьему вмешательству. Нежелание самим принимать меры приводит к Божьему вмешательству. Бог любит нас слишком сильно, чтобы позволить нам продолжать жить по лжи. А у кого из вас есть дети? А вы разрешаете своим детям играть на проезжей части дороги? А почему бы и нет с машинками поиграть? Это совершенно очевидно, да, почему нет? Потому что машина может задавить. Естественно, что вы не разрешаете детям кушать порошок, которым вы чистите раковину. Иногда у ребенка бывает очень огромное желание сделать то, что будет опасно для его жизни. И как в таких ситуациях просто требуется родительское вмешательство. Иногда мы даже не разговариваем. Если мы видим, что ребенок в опасности, мы просто его хватаем со всей силы и тянем. А ребенок говорит, папа, больно, отпусти. Или не кричи на меня. Я говорю, или я буду кричать, или ты умрешь. Одну из двух выбирай. Поэтому Богу иногда приходится тоже использовать розги по отношению к своим детям. Да, есть время, когда он проявляет терпение, когда он спокойно объясняет нам истину. Но если мы не слушаем, и лезем куда не надо, то он достает свою палку. И последний принцип, который мы можем извлечь из того, что написано для этой церкви. Живущие с Богом получат награды вечности. 26 стих, посмотрите. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И это будет наградой вечности, вечным вознаграждением. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Мы с вами на протяжении книги Откровения будем видеть такое противопоставление, такой контраст. Можно выбрать какое-то краткосрочное физическое или плотское, так скажем, вознаграждение. Они реальные, в настоящем ощутимые. Или можно выбрать долгосрочное, вечное вознаграждение, но только в вечности. Не сейчас. А это означает, что сейчас нужно подождать. Вознаграждение будет потом. И может быть даже придется пострадать, прежде чем получите вознаграждение. Может быть вас даже убьют. Я думаю, что это выражение «тому дам власть над язычниками» имеет от того, что это означает. Какое отношение к тысячелетнему царству, когда будет пришествие Иисуса Христа? Мы будем царствовать с Иисусом Христом, то есть обладать вот этой вот властью царственной. То есть обладать власть над язычниками. И мы будем царствовать с теми, кто будет еще воплотить. И мы будем царствовать с теми, кто будет еще воплотить. Да. Чтобы не власть, они могут быть привилеги. То есть по крайней мере мы с вами точно знаем одно, что мы будем с Иисусом Христом. И в книге Откровения вот именно две стороны. Либо ты с Иисусом Христом, либо ты с сатаной. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.